Путешествие Путешествие Какиеят они не знали? Ну, хоть и не говорят, но они могут зато глазами запомнить мозг И запомнят знания А только знания? В путешествиях мы получаем только знания? Нет А что ещё? Веселье И если ребенок маленький, ему веселье тоже нужно? Да. Какую самую первую свою поездку ты запомнил? Шри-Ланка. Шри-Ланку? Раньше ничего не помнишь? Эм, Бали. Нет, Бали были потом. А сколько тебе тогда было лет? Это знаешь? Нет. Два года. Ну, уже два с половиной. Что помнишь из того путешествия? Слонов. Слонов? На картинке? Эм, нет. А каких слонов? Там было ограждение, там стоял слон. И возле, по моему хобот, он выпусканул этого. Сима, тебе нравится? Покажи, где слон. Там слон? А он большой? Большой слон? А вон еще один слон. Ну-ка. Вон он. Какой? Большой? Ну, поехали. Это было вообще там где-то в парке. Вот в парке. А мне почти не так. Даже не с фотографии? Нет. Мы это не покатили. И ты на самом деле своей головой запомнил? И что ты думал, когда его увидел? Ничего. Ну, он тебе понравился, не понравился? Понравился, как из хобота вода брызгла. Ты бы мог увидеть по телевизору, что слоны умеют из своего длинного носа брызгать водой. Мог бы? Мог бы, но лучше увидеть по-настоящему, а не телевизору. Совсем другие впечатления? Да. Нас даже пустили погладить его за гладу. И какое? Эм, шелшавый был. Потому что его помыли. Мы могли оставить тебя тогда с бабушкой. Знал об этом? Когда мы собирались на Шри-Ланку, мы могли оставить тебя с бабушкой. И что лучше тебе, остаться с бабушкой или поехать с нами на Шри-Ланку? Полететь на Шри-Ланку. Но ты не умел разговаривать. Тебе было два с половиной года. Да, но я видел на фотографии, как мне тогда было весело. А мозгом чуть-чуть вспоминаешь или только по фотографиям? Мозгом только запомню, как мы слона остановили по фотографии. Хотя нет. Что-то еще? Ну, если бы как много слонов купалось. Да, это была другая поездка там на Шри-Ланке. А пляж? Нету. А как боялся волн, помнишь? Да. Большие волны? Да. И почему боялся? Потому что они большие. А я маленький. Ну, вообще все справедливо. Дай совет тем родителям, которые сейчас думают брать в поездку с собой ребенка или не брать. Брать. Точно. Ну, чтобы ребенок узнал побольше. А если он там будет плакать? Ребенка можно что-нибудь дать. Вкусненько? Нет. Игрушку? И дать, что он хотел, если это там не может он поломать. Ну, и игрушку его дать. На самом деле, больше всего родители переживают, как дети перенесут долгую дорогу. Как? И можно усыпить. Как усыпить детей? Ну, чтобы убаюкать. Убаюкать. И они заснуты, не увидят разницы, как быстро приедут. Ты много летал на самолетах? Да. И как тебе? Явится. Даже хочу сейчас поедать. А ты летал очень долго? Весь день сидел в самолете? Ну, бывало, что у нас даже остановки были на другой самолет. И приходилось ждать в аэропорте следующего самолета? Ну, в некоторых были даже детские комнаты. Помнишь, такие трубы, где мы лазили? Ну, и что бы ты сказал, тяжело ребенку долго лететь или не очень? Для меня нет, потому что со мной были игрушки мелкие. Да, мы специально взяли тебе игрушек, тебе еще и подарили там игрушек. Как я его почему-то растерял, и хочется сейчас в них поиграть. Почему же ты их растерял? Не помню, это давно было. Давно-давно-давно-давно-давно-давно-давно. А на машине по Норвегии тяжело было ездить? Ну, да. Я терпел. Тяжело терпеть? Или можно потерпеть? Как? Тяжело, но надо терпеть. Еще это тренировка в школе. На школе будут подольше уроки делать, чем в садике. А непосредственно уже в странах, куда мы прилетели, что вспоминается? Как я купаюсь в бассейне на баре. Что это за черепашка такая? Сима, тебя катают? Да. Вау. Большой круг. Большой круг. Куда? Как меня звезды смотрели на баре. И что увидели там? Я побольше созветия дома увидел. И еще мне понравилось, чтобы полиция приехала. Так, что-то еще вспоминается? Что таблетки вкусненькие мне папа по вечерам давал. Давал. И еще что на лестнице, когда мы на звезды хотели смотреть, свечи поставили. Но пришлось и выпили, что полиция приехала. Даже свечи нельзя. А в других странах что-то помнишь? Что больше всего понравилось в других странах? В Нодвегии что понравилось? Прицеп, как мы в нем спали. В спали. Как я там кушал. И как я играл, когда уже засну, а я налег на своей спальне и клал мелкие игрушки. Что меньше всего нравится в путешествиях? Долго ездить. А если был бы выбор, сесть в машину и долго-долго ехать, чтобы там что-то увидеть, с нами побыть в путешествии, или дома остаться? Лучше поехать. Но ты же не любишь терпеть в машине долго. Да, но иногда мы останавливались на остановке. Даже там кушали, даже там ночевали. Но иногда приходилось не кушать утром, потому что место было некрасивым. Мы быстро поели вечером, легли спать в утром, не стали есть, поехали искать красивое место. Кто покоритель лестницы троллей? Да. И он. Должно быть все красиво. Красота требует жертв. И то верно. Давай вспомним все твои путешествия. И ты сейчас выберешь одно, которое понравилось больше всего. Как мы ехали с прицепчиком? В Норвегии? Там же даже самолетов не было. Неужели из тех поездок Норвегия тебе понравилось больше всего? Ну, потому что там при остановке мы ночевали в прицепчике. Ясно. Значит, это самая яркая поездка. И чтобы мы видели оленя. И свершенную пупку оленя. Смешную пупку оленя. Какой келевошок. Вот бы сейчас вернуться туда. А можно качаться? Пока покачайся сейчас. А в последний? Ну пока качайся. Удю-дю-дю-дю. Тоска смертная. Это что за слово? Когда сильно скучно. Ага. Ну что, когда ты вырастешь, если у тебя будут свои дети, будешь брать их в путешествие? Ну, с этим еще надо подумать. Почему? Потому что все равно надо думать. Смотрев, в какой пашуше своей едешь. В Африку не яблот маленький. Там дикие существа. На Бали тоже дикие существа. И на Шайланке. Да, ну там же был забор у дома. Покажи, где варанчик. Нравится тебе варанчик? Да. А мам скушает себя? Сима-ей-яй-сима. Хвостик. Большой хвостик, да? А мам-ам! А там еще домов не будет в Африке. Там, а когда ребенок будет играть, он, если научится уже, научился ходить, он может убежать. А там Тиро или Апарт. Тонится есть и может. В Африке Тиро существовало много. О чем бы хотел поговорить в следующий раз? Эм... О самолете. Сегодня же поговорили. Мы сегодня говорили про шутшествия. А в целом только о самолете в следующем раз. Только о самолете? Да, да. Мы даем советов всем про самолет? Да. Договорились. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok